Сильная программа 29 октября 1959 года 50 юношей и девушек, которые составили дебютную труппу ансамбля, впервые собрались в репетиционном зале. Сегодня коллективу 60. Несмотря на солидный возраст, ансамбль современный, востребованный и интересный любому поколению зрителей. Синтез фольклора и лучших достижений мировой хореографии – творческая креда народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича, который более 30 лет руководит ансамблем. Он создает, воплощает и не боится перемен. На таком коллективе нашего масштаба, в государственном коллективе, мы не можем заниматься копьями чего-то. Ну, иначе никому не будем нужны. Мы должны быть оригинальными. Наши все произведения должны быть эталонными, оригинальными для подражания, доступными всем остальным. Мы участвуем абсолютно во всех знаковых мероприятиях, которые проводит наша республика. Это обязательства. Все праздники. Как правило, мы делаем всегда какие-то новые, достаточно значительные работы, которые потом входят в фонд общего белорусского танца. Коллектив представляет несколько концертных программ, которые объединяют более 50 танцев. Однако это совсем не предел. Ансамблю важно идти в ногу со временем и находить то, что будет интересно зрителю. Мы сейчас стремимся к тому, чтобы быть всеядными. И делаем не только народные постановки, но, собственно, я специализируюсь на более современной хореографии, на чем-то, что для ансамбля вообще непривычно, несвойственно. Сейчас публика хочет, чтобы разного плана танцы были в одной программе. Вот мы хотим удовлетворить такие запросы. Государственный ансамбль танца не только участвует во всех знаковых мероприятиях страны, но и представляет культуру Беларуси за рубежом. Кто может в Беларуси сказать, что она работала в Олимпии Парижской? Кроме нас там не работал никто. У нас там было два концерта. Кто может сказать, что мы работали на самой известной новогодней программе французского телевидения? Никто. Кого могли пригласить в той же Франции на празднование Дня воздушного флота Франции? Никого, правда? Кто работал на форуме номер один на финальной части? Вон-то Карло. Работали только мы. В Бразилии девять раз, в Америке восемь раз, в Испании четырнадцать раз, в Китае, в Международной стране. Главная ценность коллектива – люди. Активные, талантливые и свободные. Для каждого из них танцевать здесь – сбывшаяся мечта. Мне всегда нравился репертуар в гос-ансамбле. Я ходила на все концерты с мамой, мы всегда получали бурю эмоций, нам очень нравилось. Именно хотела сюда, вот прям вот принципиально. Вот хочу в гос-ансамбле и… ну, взяли, конечно, я была очень рада. Ансамбль для меня, конечно же, семья, жизнь, профессия. Я хотел остаться, работать, танцевать и развивать танец в Республике Беларусь. Поэтому старался попасть в главный коллектив страны, так как он задает планку, уровень и исполнительское мастерство. Я мечтала сюда попасть, когда я увидела концерт. Я тогда, помню, руководителю пришла, ему сказала, что вот я хочу в гос-ансамбль. Она говорит, ну, по типажу ты подходишь. И я сказала, что я не только по типажу похожу. И начала работать, чтобы быть достойной. Они такие, знаете, забитые, загнанные, такие, знаете, вымуштрованные артисты. Их надо убеждать. Их уже не только… их можно не заставить. Заставить это как-то… уже не тренд. Надо их убедить в том, что это так, а иначе быть не может. И хотя 60 – это целая жизнь, без сомнения, впереди у ансамбля множество побед, аплодисментов и полные залы. Все начинается с того, что ты должен творить сначала для себя. Для себя, с любовью. Тогда это получается с любовью. Я это люблю. Вот это чувство любви, если пойдет эмоционально, как говорят в народ, тогда это прекрасно.